Ну конечно страдаем Сейчас только торчи и это взлетающий иногда и молот в наковальне есть И все, больше ничего нету Давайте немножко тормознём одного Привет, привет! Как успехи? Так, ладно, пока ставим здесь, посмотрим Фас, ПВ Ох ты, как хитро Ох ты, что нам нужно здесь лучше? А, ну нормально в принципе Сейчас Кенна одного убьём Давайте пять пропускать не будем Интересный вариант Здесь мы даже такого сможем убить и то хорошо Какую икарию? Синюю? Черную? Либо это новомодную, как сейчас, таракана Валькирии, которым Тобо вчера выиграл Что, нам рано ещё кранчера ставить? Да не, кранчера, наверное, ещё рано ставить Что стоит? Да нет, наверное, не стоит стрелять Ещё одного отблокаем Сейчас красно-зелёный тоже хочу попробовать Там, правда, Ризу надо опять накрафтить Ну да, это Charging Road, который Самый знаменитый на ускорениях Даже как-то играли несколько раз Там 4 калии, 4 калиба Всякий с ускорением И этот, Родик Сейчас там ещё вот новая зелёная легендарка Которая достаёт Кричу На неё вешает все оружие из шести Я вот даже думаю, что на следующий раз На следующий турнирчик ей может быть сыграть Этой декой Там она весёлая и довольная Сейчас вот меч будет противен с пробивным Остальное-то ладно Так-то она вот в общем может хорошо расставиться Тем более сейчас снова жить и мужиком с разгоном Который Можно ещё раньше всё это делать Через красно-зелёную, когда спелл дискардишь Так, чё нам здесь Не, ну нам кранчера по-любому надо ставить Как нам только всё вот это убить Ну да, вот и пришёл меч Ну всё Ну, как видите, довольно давно дека была Там есть через ускорение Вот через яд довольно реже Через эгиду ещё реже Через подавление ещё есть беленькие такие колоды С ускорением классное Поскольку сразу все выходят с ускорением Могут в этот же ход там Сразу убить, если хорошо разложишься Обычно ей играет Но она дорогая очень Потому что там надо очень много легендарок Для этого дела А синяя он даже в топ зашла Вчера синяя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да кто его знает? Ну а чё он тут? Это не какой-то он для финишера Лучше какую-нибудь комбу на нём А так Не знаю, слишком медленная колода Ну если когда-нибудь открою их Может быть А так крафтить специально не буду Если вдруг выпадут Хотя бы две штучки Две штучки Да всё лучше в комбе пробовать То же самое вот в этой вот колоде Через разгон, например, его ставить И то более прикольно, чем Эту маску Можно его быстрее Много подставить, чем Есть Или какой-нибудь красно-зелёный просто Гренадины там Через цел Плюс Дискард Сплов Что-то у нас никак Не найдём земельку ещё одну А да, нам нужна земелька 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 Ура Сколько нам надо Два разгона Два Целс Это четыре Да, уже на четыре меньше стоит А если два целса Это на шесть ещё меньше Ну, конечно, совсем то же Его классно через это играть Вот в трибьют-версиях Где его можно закопировать Это же вообще там просто С пушкой С трибьютом Ох ты Ох, как неприятно С бором Ну, ладно Сломали так сломали Он у него был один О, отлично Торч на получи Не хотим мы тебя видеть О, отлично О, отлично О, отлично У меня пусть бьет, нам все надо кричи две оставлять против пушек Да е-мое Мы тебя уберем Земельку так достанем тогда Срочно до шестую землю Ничего не можем поставить Ай-яй-яй-яй О, ура, баннер Так что шанс есть, если сейчас он Поблоки не убьет Пойдем в атаку, он поблокирует Ничего, только это Колода и драфт И все сегодня О, отлично Правда сейчас Хотя в принципе Здесь он не пробьет Одну икари убьет Одну мы разменяемся Жалко, конечно, ничего не докопируем М-да Не, можно, конечно, но До первого ремовала А он сейчас по-любому будет Не может здесь не быть А, слушай, интересно Ну или там пушечка просто Хотя у нас куча лайфстила Тут более-менее на правда Мы здесь можем выжать спокойно Флэмстокер Поставили Пошли в атаку Давайте прям сразу Стокер оставить тогда Пермофрост Ну а что, есть Риза еще один будет Почему не сделать Давайте оставим Остальное у нас уже все есть Копировалка Классная вещь Но надо играть против Таких вот медленных Кричевых колод На сильных кричах Кричевых колод Еще видел момент Когда смотрел ЕТС Там тоже обсуждали Пока серп играл Его же целых два раза Показывали В реальности Момент Кому же С двух Комбашен Селсов Где-то ход На четвертый На пятый Моут поставить Я что-то Об этом даже не думал Что когда один Первый на руке Есть Одного Возвращаю А так реально Гринадин на первый На второй Комбашен На третий Еще один Комбейш Еще один Селс Потом на четвертый Съедаем Двух гринадинов Если мы Раздали цвета Даже на четвертый Моут поставить Но это уж конечно На чтоб Со всем цветами Повезло С другой стороны Почему нет О, хорошо Две кены Как раз Одна не нужна Пока не будем Ничего искать Хотя Если опять Есть гринадины То конечно Молд Лучше всего находить Это похоже Гринадины Так Сколько нам нужно Не Нам красная Нужна Убирать Нельзя Да тут Все в принципе Нужны Давайте Пермофрост Уберем Он меньше Всего Нужен Здесь На следующий Ход Можем Вот эту Поставить А потом Накопировать Настоять Столб Побольше А уже Потом Под прикрытием Творить Всякие Нечестные Дела Да Я думаю А я его Поставим Теперь Закопируем Ее Вернем Кен Миррор Потом Закопируем Кену Или Можно Закопировать Мерчанты И как раз Полезть С двух Мерчантов Нет Эту не получится Закопировать Ну ладно Ну значит Кену Поставим Не проблема Давай еще Передатон Гренадины Кончились Вернем Их Обратно Все На этих Двух Картах Все В основном Базируется Да У нас Комбаш Анселс И копировка Под это Нужны Все время Гренадины А здесь И у нас Что-то Было Типа Кену Или оппонент Блокировал Все это Дело Ну что Берет Одной Земелькой Можно уже Да Может уже Сейчас Лезть Ну вот Все Носят Бор Неинтересно Кажется Кажется Какой-нибудь Скраптанг Оставим Если он Здесь будет Ну вот Оппонент Не стал Ждать Сам Самый плохой Когда Так Что-нибудь Не Приходит Ты Медленно Медленно Играешь И оппонент Просто Не дожидается И сдается Потому что У него ничего В руке Нету Примерно Что наш Колод Делает Он Представляет Медленно Медленно Вставать Здесь Наверное Убьем Что-то Не очень Охот Чтобы он Разгонялся Наш Оппонент Вчера Кстати Токенов Тоже На турнире Было Много Позавчера Точнее И в топе Целых Там Две Штучки Немножко Разноватые То ли Пытались Олесик Всей Так Давить Очень Быстро Всей Толпой Да Наверное Одного Дадим Сюда В блок Немножко Пицер Мазим Потому что Мы хотим Надроваться А нам Не наш Дорогой Дров Был Дорогой 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 Поставим, например, на что-нибудь более тяжелое, того же самого монитора, который будет очень большой, если он здесь есть. Да, привет, шнырь. Еще один титчер. А, ну, значит, вот так с ними разберемся. Ладно уж. Тут можно и в атаку ходить, все равно они меняться, он не будет, он с обелиском, наверное. А нам троих хватит в блоке за глаза. Сейчас бы нам мерча найти бы, и все было бы вообще хорошо. Полезли бы за целом, и начали бы все делать. Так, вот он и обелиск. Так, ну давай сюда, здесь мы тебя немножко тормознем. Не потратит торч, чтобы спасти, не потратит. Да, потратит. Это хорошо. Буль, у нас... Весь слейд есть, а как все это реализовать, вообще непонятно. О, это вообще неприятно. Вот я из, когда куча белых появилась, я думал вообще чалисом играть, потому что он всю эту жир убивает и все такое. Но вот этот вот титчер со своим реликом, который кадровываешь на 3, он весь чалис обломал. Это вообще ужас. Просто ужасно. Я вот пробовал им, и вот если вот этот выходит на второй ход, его еще мало чем остановишь, и на 3 он на тебя это вешает. Это, блин, такие проблемы делает, я просто не знаю. Нереальные проблемы доставляет. Это просто ужас. А чалисом ты там либо маршалом просто стал отдавать, либо ты себе хилер раздавать, чтобы его остановить. Очень, очень неприятный. То есть я прям... Конечно, блин, одна из самых лучших легендарок. Дешевая и офигенный эффект. О, привет. Смотри, на самом деле... Тут все очень просто. Етун дает тебе снежок. И снежок в этой деке очень классный. Тут в чем смысл? Во-первых, у тебя получается две карты за одну. Они тебе нужны, чтобы етуна, либо снежок... Етуна в первую очередь. То есть етуна ты либо убираешь в маркет вместо кого-то, либо етуна ты убираешь под стратегайс. То есть это здесь именно используются для того, что две карты. То есть одну карту ты убираешь в маркет либо под стратегайс, считай, ты ничего не теряешь. Вот. А во-вторых, снежок здесь очень хорош. В том плане, что он позволяет очень много прикольных вещей делать. Что, во-первых, ты можешь убивать своих гренадинов, чтобы активировать трибьют. Это первое. Во-вторых, ты снежком можешь бить в оппонента, чтобы активировать спарк для молот-наковальни. В-третьих, ты снежком сбиваешь эгиду с икарией, чтобы закопировать икарию. То есть эгидун — это карта, которая убирается на халяву, и это снежок, который делает здесь дофига просто дел. То есть вот так он здесь работает. Теперь мы просто пойдем в атаку всеми и вылезем молотом. То есть карта кажется неоднозначной, а дело... Я сам сначала, когда смотрел, блин. Етун, Етун. А дело делает дофига. Да вот в том-то проблема. Даже не бор. Скорее всего, я хочу Calib Choice. Он здесь более лучший. Вариант — это Calib Choice. То, что релики основные, которые меня парят, — это одноцветные. Аттачменты. То есть ломать там несколько аттачментов в этой деке редко надо. А вот есть возможность сломать одноцветный, плюс поконтрить тот же самый Харшрул или еще что-нибудь от Гренадинов. Это очень важно. Поэтому если класть, то нужен Calib. Причем на турнирах тоже там же Серп играл, Басон Буфон играл тоже Calib. Но я как-то вот все прям никак не решусь. То, что вот эти карты нужны, и весь слот в маркете — это Skycrack баннер. То есть баннер вместо Calib Choice. Вот они вот у меня варианты, и я не знаю пока, какой лучше. Calib, он очень классный, но вот этот вот баннер, он не так часто нужен, но бывает очень-очень помогает. И тот же самый Изоморфик, который начал эту колоду, да, считай, скрафтил, первый выложил, из которого все копирование пошло, из Изоморфика. Это такой топовый драфтовый игрок. Он очень рекомендует вот эту вот карту, именно баннер. Потому что у нас он позволяет Кен на 3 синих, Молот 3-3, Флеймстокер 3. Он позволяет, если надо, пофиксить цвета. Но реже, чем хочется. Конечно, я его достаю, но все равно. И вот если менять, то его, именно его, на Calib Choice. Просто тут же опять Бор критичен, когда там, например, в той же самой Квинея, когда тебе еще там Пермафроста надо убивать, и ты можешь несколько разломать всего, Бора тогда, конечно, лучше. А тут Calib, потому что можно его достать и тот же самый просто Харшул поконтрить, чтобы постоять на столе. И он довольно полезный в этой деке. Я пробовал пару раз, ну вот, не знаю. Больше игр, наверное, покажет, насколько вот это прямо здесь критично. То есть несколько раз очень помогало, но не так часто, как хотелось бы. Это основной момент. Давайте мы здесь Флеймстокер подставим. То, что это что-то похоже на Чалис. Правда, у него может быть Дизьюнкшен, но нам-то сначала надо найти будет еще одну земельку, да, которая нам протек даст. На самом деле, много споров, ну не споров, а рассуждения идут именно о земле двойной, в колодах, где требуются именно двойные и тройные косты, и много где любят ее ложить, класть и в Праксисе, например, в том же самом, в Чалисе кладут, и еще где-нибудь. То, что часто бывает, на четвертую достаточно выйти, много чего опыта открывается. Да, теперь уже немножко непонятно у нас в Тронкл Твизэйш. Вот я реально не хочу вставить Флеймстокер, мне сейчас найдут Дизьюнкшен и убьют его. С другой стороны, если не рисковать, давайте попробуем. Конечно, нам бы лучше дождаться этот Протект, но сколько мы будем ждать его еще? 60 карт целых есть. Надеюсь, мы пару ходов пробьем, пока нам его достанут. Потому что в Белом часто лежат пассажи, например. Пассаж, кстати, может лежать. Тоже мана уже полно. нам бы сейчас вот просто А, отлично, короче, нам нужна сейчас одна мана. Ну да, он нам нужна сейчас с вами одна мана. И на следующий Во, отлично. И на следующий ход мы просто закопируем Инферников и пойдем в атаку на 15. Какой-нибудь из ходов мы это сделаем. Сейчас мы немножко пробьем и потом за один ход его зарешаем. Есть там, конечно, не будет Темпрова, какой-нибудь Харшул на Фастспиде. С другой стороны мы можем просто мы можем Кеной потом сыграть, а давайте потом Кеной вернем себе копировалку. Дам про с Кеной и потом вернем себе копировалку в руку и через ход повторим то же самое еще раз. Кеной Да прям съедим его. Ну все. Хотя может быть все равно где-то Дисторж и Темпрова. Но нет. Типа Темпрова всеми в атаку там Харшул потом Ченнел еще раз Ченнел Пару за такому тоже проигрывал. Когда вроде ты его уже добил тебя ставят и на следующий ход начинают раскастовывать там по 2 Ченнел друг за